я хотел бы теперь вывести свою презентацию я преподаватель из 3Delux фирмы 3Delux я представляю свой проект я рад участвовать на вашем санэте быть рад с вами сегодня пока еще рано в германии мы будем в германии не так темно я хотел бы представить эту работу которую проводят студии 3Delux это междисеминарная бригада команда в германии нас примерно 50 человек которые работают в германии у нас четыре различных дисциплины от общей крыши это архитектории интерьерщики дизайнеры и график дизайнеры и мы трансмиссеминарная студия и с самого начала нашей деятельности мы подумали что хорошо иметь различных специалистов с различными творческими способностями которые могут влиять друг на друга и находить новые подходы новые идеи в области дизайна архитектуры и так далее здесь вы видите некоторые изображения это интерьер на наших интерьерщиков это это приемство архитектор имеет свои картинки это просто общий обзор нашего направления работы мы ориентируемся на дизайн на проектирование и в последние годы мы столкнулись с различными глобальными вызовами такими как климатические изменения социальными вопросами миграции эксплуатация природных ресурсов и большинство из этих тем этих вызовов тесно связаны с развитием наших городов и во всяком случае они связаны с той работой которые осуществляют градостроители и архитекторы во время пандемии возникли стремления к изменению и лети начали спрашивать а как будут выглядеть жилищем в будущем а кого будет будущее мобильности как будет торговлю в будущем эти вопросы возникали и вопросы все эти связаны с нашими городами они связаны с нами как архитектором и нам необходимо попытаться в последующие годы найти ответы на эти вопросы это вызов для нас и в конечном итоге мы думаем что нам необходимо рассмотреть трансформацию наших городах городов человечные устойчивые пространства и у нас небольшой конечно коллектив мы не сможем найти ответы на все вопросы они очень сложные . за интервью нацию наших городов но я хотел бы представить просто некоторые взгляды которые пытаются использовать наши студии на небольшом масштабе я не буду вдаваться детально в проекты я просто представлю своего рода обзор тех тем с которыми мы работаем настоящее время я думаю общественное пространство новое общественное пространство одна из горячим таких злободневных тем и последние годы эта тема вышла центр внимания одна из причин потому что все больше и больше становится автомобилей в городах некоторые города борются весьма радикально с ними в германии же мы подходим осторожно у нас сильная автомобильная промышленности и здесь мы не можем вытолкнуть все автомобили из городов но все же здесь идет эта тенденция когда городах все больше и больше а странств запрещены для въезда автомобилей и некоторые магазины центры торговые а закрывались в городах чтобы освобождало новое пространство и атом архитектам также приходилось думать что с ними делать это конечно очень ценное пространство в наших городах особенно пространство между зданиями и нам нужно думать как использовать их здесь вы видите наш проект который мы начали пять лет назад в литве это была площадь где было много зданий вокруг этой площади вы видите небольшую часть этой площади и здесь много автомобилей конечно же это не было приятное место для людей с таким количеством автомобилей а вот сейчас как это пространство выглядит сегодня после нашего преобразования и здесь мы подумали может быть здесь следует повторить то пространство пространство и смоделирует как такие пространства могут выглядеть в будущем и здесь мы создали пространство для двух групп для пешеходов жителей городов которые нужно больше пространства для рекреации для спорта для общения встреч и затем необходимо пространство для мобильности такие как скутеры небольшие электромобильчики и так далее которых будет становится все больше и больше и вот в самом начале была идея сделать так чтобы эта площадь как раз объединяла вот эти вот пространство с дорожками для микромобильности с пространствами для горожан где они могли бы облить чтобы это общественное послали высокого качества все вы видите вот эти вот дорожки для микромобильности и мы попытались организовать так чтобы людям как бы приглашались воспользоваться ими тем что могли достаточно быстро передвигаться и также мы создали странство где люди могли бы побыть где есть определенную даже водные поверхности это было самом начале вот как здесь вы видите сейчас вот это вот это зелени уже разрослось и своего рода это один из вариантов как общественное пространство можно реорганизовать трансформировать в будущем такое направо становится все более более важным этот проект был начат в литве и когда вы начали разрабатывать мы также посчитали необходимым изучить так сказать иконические площади вот такого рода плаза в мире и вы видите слева сколько по станции с автомобилем вот справа как они выглядят без пространства многие люди боятся если у нас больше не будет автомобилей в городе и тогда города наверное могут опустить не будут привлекательными люди не будут приезжать города я думаю что для нас архитекторов нужно попытаться посмотреть как спроектировать эти пространства с тем чтобы они стали более привлекательными а не менее привлекательны как в прошлом и вот это наша идея вот образы того как можно новое общественное пространство спроектировать здесь не просто так сказать использовать но в краски не использовать сады соединения автомобилей велосипедов пешеходов не в этом идея заключается я думаю что если мы хотим центра городов с сохранить привлекательными нам необходимо спроектировать перепроектировать так чтобы это такой людей это будущее для нас архитекторов еще небольшой взгляд то что мы делаем это умные города умные здания уже много знаем об этом и это то чем мы все более и более интересуемся здесь много есть аспектов того чем являются умные технологии умные города и для нас очень важно то что здесь нужно еще и умные материалы и здесь один из наших проектов недалеко от нашего места работы год назад это офисное здание с нулевым выбросов энергии потреблением энергии здесь вы видите законодательную систему переработки воды стеклянные фасады и стеклянные фасады это новое направление и это новое стекло которое может выполнять определенные функции здесь вы видите жидкий слой внутри для контроля поступления тепла снаружи в этом здании нет необходимость охлаждать его кондиционировать его в летнее время когда жарко это делает стекло это нам говорит о том что нам нужно все больше умных материалов строительной промышленности здесь есть различные моменты например если посмотреть даже на как выглядели автомобили сто лет назад как изменились мобильные телефоны наверное строительной промышленности тоже можно посмотреть на то как мы использовали в прошлом никакими они могут быть и я думаю что строительная промышленность это происходит очень медленно но нам надо продолжать эту работу и создавать умные материалы экологичные материалы с тем чтобы снижать след карбонный след строительной промышленности которые составляют 30 процентов это большой вопрос который стал важным в последние годы нам необходимо думать как работать над этим еще одна простая идея а в плане декарбонизации наших городов изменения климата в городах это вернуть природу в города и это самое простое что мы можем сделать и мы сделали 6 лет назад вот этот проект дубаев чаджи это городской кластер эмиратах в котором не так много парков и вот это был небольшой пустынный простровок и у нас появилась возможность превратить его в рекреационную зону и мы построили с мост и теперь этот остров стал очень интересным местом отдыха для горожан вначале он был пустынный этот остров не было так много зелени деревьев и мы выставили очень интересное деревья которые уже выросли и основной акцент здесь для того создать своего рода архитектурные шедевры на этом острове здесь вы видите один из этих шедевров который интересен и с инженером с конструктивной точки зрения и здесь мы также мы попытались внедрить своих проектов зелень наши здания и это был уже несколько лет назад а сейчас уже разрослась и теперь это уже естественно биотопии даже птицы теперь здесь селятся мы здесь взяли те виды которые прозрастали и это создала уже такой природный к топа я тупо вот почему люди с охотой очень ходят на это место потому что в азии например многие люди уже потеряли контакт с природой даже дети не знают как выглядит те или иные птицы а сейчас уже на этом острове поселить свыше 100 видов птиц и что же я хочу сказать этим а то что это также часть того чем занимаются архитекторы а именно мы должны вернуть природу города это нужно ли только для того чтобы улучшить городской климат но также улучшить жизнь горожан еще вот эти вот виды этого биотопа этих растений вы видите уже выглядит достаточно развитое взявление еще одна идея над которой мы работаем это уплотнение зеленых пространств и совместно используемых пространств это здание для одной организации в нью-йорке это конструкция на крыше и идея заключать чтобы посмотреть на то как можно использовать крыши не используемые потому что крыши не всегда широко используются они просто серые и если поместить на крышку какого-то дома и это будет выглядеть интересно и вы видите как на правой картинке как могут выглядеть вот такого рода зелененные крыши это улучшит климат города и улучшит качество города очень сильно конечно же это будут и общественное пространство после вы видите как выглядит здание настоящее время пустая крыша картинка в середине здесь можно создать сад но можно добавить как на правой картинке и здание под садом это будет своего рода ландшафтная архитектура ландшафтное строение и вот так вы видите это конструкция вы видите поверхность вы видите саму конструкцию и вот такого рода пространство можете использовать для конференции встреч может сказать качестве офиса и вот вы видите вот это манхэттен очень много зданий с плоскими крышами которые могут взять на себя дополнительную нагрузку вот такого рода конструкции и вот как выглядит вот это вот наше здание с нашей конструкции с террасом садом на крыше здание и идея заключаться в том чтобы интегрировать природу и новые технологии в рамках конструкции зданий и нам хотелось бы использовать такую комбинацию во всех наших проектах и здесь с одной стороны мы хотели бы использовать с одной стороны фасады которые дали альтергазь эффективно с другой стороны использовать соответствующие пространство крыши весь вы видите различные идеи как можно использовать это социальный аспект здесь конечно же нужно строить мы только ради строительства нужно строить людей с тем чтобы они могли вернуть что-то сообществу местным жителям с тем чтобы они могли принимать участие чтобы такого рода процесса могли использовать и местные жители школьники детсады здесь много пространств которые можно использовать вот такого рода способом где люди могли бы использовать и сейчас уже есть стремление проводить например встречи конференции не только где-то в закрытом помещении но и снаружи и соответственно например летнее время можно было бы проводить мероприятие вот так вот на открытом воздухе и чем может быть экономить энергию зданий и конечно же здесь особенно может быть приятным находиться детям школьникам и детям из детсадов и они конечно многом могут научиться на такого рода крышах и таким образом крыша офисных зданий могут быть доступны для сообщества и вот здесь вы видите концепции интерьеров но они могут использоваться и пространственный крыш вот как выглядит это здание сейчас на манхэттене вот такого рода конструкция на крыше и соответственно такая идея может быть не была бы принята несколько лет назад конечно же сейчас это крыша и такая конструкция приветствуется потому что это помогает экономить энергии и конечно же это очень хорошая идея если есть необходимость декармонизировать на наши города еще устойчивость и здесь есть много питалий которые взаимосвязаны которые обеспечивают устойчивость в плане генерирования энергии и конечно же я помню интеграции природы я не буду даваться в детали но как я уже упомянул здесь можно использовать и солнечную орду которая также может быть использована на фасадах здесь есть интересные материалы такие как фотоэлектрические системы фотоэлементы и это очень интересные новые виды продукции которые помогают использовать фасады для генерирования энергии для отвода энергии это своего рода вид биоэнергии и последнее что я хотел бы показать прежде чем закончить свою презентацию это очень интересный проект где предпринимается попытка интегрирует все эти идеи для планеты я хотел бы и вот это своего рода коммуникационная платформа которая служит жителям сообществом с другой стороны это своего рода площадка где различные общественные организации могут воплощать какие-то свои идеи и по крайней мере улучшать качество жизни для людей ну и для животного мира это одна очень интересная идея это плавучая платформа которая очень интересна с учетом повышающего уровня моря это интересная идея для архитектуры на последующие несколько лет здесь 50 процентов такой платформы предназначен для биотопа и в основе этой концепции стоит идея 50 на 50 в настоящее время архитектор исходит из того что пространство используются на 100 процентов людьми новая концепция это 50 на 50 где половина пространства используются человека другая половина используется природой ориентироваться под природу и эта концепция очень интересна и на этой платформе можно располагать различные павильоны различные сооружения здесь есть зеленое пространство для людей есть в различные возможности для общественных организаций все павильоны связаны с дорожками с тем чтобы не затрагивать биотопы здесь также есть идея использовать различные слои здания и подводное пространство и небо здесь вы видите летающие виды птиц мы используем различные материалы это смесь природных и искусственных материалов хай-тек лоу-тек традиционные материалы а также совершенно новая технология позволяющая генерировать энергию локально 50% этого комплекса зданий будет состоять из этих плавучих экосистем то есть если вы на 50% чего-то вы отдаете это природе вы повышаете биоразнообразие и даете что-то природе другие материалы представляют из себя сочетание традиционных и лоу-тек материалов например этот тростник солома конопля а также у нас переработанные материалы такие как биопластик так что я думаю что в будущем в строительстве будет использоваться такое сочетание традиционных лоу-тек и хай-тек материалов то есть низкотехнологичных высоких технологичных материалов и мы будем генерировать энергию ветра биоэнергию солнечную энергию энергию воды использовать вот что мы предлагаем мы в конечном итоге сотрудничаем с инженерными компаниями энергетическими которые нам говорят какие из этих новых технологий реализуем и какие можно использовать в наших зданиях это основано на той идее что это модульная система и можем ее расширять по мере необходимости создавая больше плавучих платформ больше природных биотопов которые могут стать вот такой областью где люди живущие в большом городе могут отдыхать может быть там и дома жилые можно будет построить в качестве вот такого второго кольца вокруг Манхэттена и тогда мы сможем создать там такой потрясающий совершенно новый город самодостаточный и гармонично сочетающийся с природой и этот проект основывался на недавнем исследовании вот интересно было что в финал всемирного архитектурного фестиваля этот проект попал в категорию этика и ценности поскольку эти категории становятся все важнее для будущего если мы действительно хотим сделать наши города более устойчивыми и более пригодными для жизни на этом моя презентация завершена спасибо большое что меня пригласили спасибо что выслушали надеюсь я не занял слишком много времени и что все было понятно спасибо большое Дитар спасибо большое хотим поблагодарить за замечательное выступление и я задам несколько вопросов и я думаю что кто-то из аудитории тоже готов спросить если сейчас есть вопросы я прошу коллег поднять руки будьте добры чтобы вас было видно вот сюда чтобы в кадр попали будьте добры представьтесь когда начнете задавать вопросы здравствуйте Александр у меня такой вопрос а безопасно ли это деревья на крыше не снесет ли их первым ураганом спасибо есть определенный элемент на высоту деревьев невысокие деревья не будут представлять всегда проблему в Майами в Майами постоянно на пятом шестом седьмом этаже высаживают большие довольно крупные растения хотя в Майами ураганы бывают часто я думаю что это возможно но просто не нужно десятиметровые деревья высаживать потому что вам ведь тогда потребуются огромные катки очень тяжелые для них тут тут скорее вес на крышу нагрузка на крышу важна а не ветер спасибо большое за ответ те плавучие города или поселки которые вы нам показали это звучит здорово я даже помню читал роман про войну таких островов какое будущее через сколько лет нас ждет вот в таком формате сколько лет потребуется чтобы это стало не просто проектом получающим призы а реально существующим живущим пространством мне кажется это уже начинается во многих странах в Нидерландах например есть большая проблема с поднимающимся уровнем мирового океана есть много проектов таких плавучих платформ мне кажется что это уже началось и для многих городов это будет все более актуальным и все более интересным помимо поднимающегося уровня моря мне кажется что вот эти плавучие платформы интересны еще и потому что можно их делать и в других местах мы знаем что в большом городе бывает трудно поставить новое здание построить потому что очень дорого все материалы туда завозить а плавучую платформу можно построить в другом месте а потом их отбуксировать туда куда нужно например в центр города или в городскую гавань или там где у вас река то есть есть много возможностей для много возможностей применения такой плавучей архитектуры и для многих стран это будет все более и более интересно они будут рассматривать такую возможность спасибо большое еще один вопрос в российской федерации очень большое количество жилого фонда который был построен в 40-х 50-х 60-х 70-х 80-х годах возможно ли создание типовых проектов которые бы предусматривали эксплуатируемую кровлю вот на этих зданиях какие-то не очень дорогие решения тем не менее обеспечивающие и биоразнообразие и более зеленую комфортную территорию вокруг мне кажется что в целом в этой идее которую вы предложили мне нравится то что вы думаете о том чтобы каким-то образом реконструировать существующее здание что крайне важно сейчас потому что вот это вот реконструкция повторное использование здания это наилучший путь к устойчивому развитию в конечном итоге и все идеи которые нам позволяют сделать существующее здание снова привлекательными чтобы нам не приходилось сносить здания и строить их вместе новые нужно использовать все эти идеи которые делают привлекательными старые здания это крайне важно и вот эти зеленые зоны на крышах мне кажется это всегда очень хорошая идея привлекательная но нужно выяснить насколько это возможно с точки зрения изоляции нагрузки ветра и так далее безусловно стоит посмотреть рассмотреть такую возможность чтобы сделать существующее здание более привлекательными для людей мне кажется это одно из самых важных направлений в данный момент ну я так понимаю последний вопрос задам насколько северным широтам доступна эта опция возможно ли на том же Урале создавать нечто подобное или все-таки это радость для тропических и субтропических зон сады на крышах если у вас дом в субтропиках плюс в том что у вас там прекрасная изобильная растительность круглый год в Европе ситуация другая там есть смена сезонов и зимой не так приятно это выглядит все но в конечном итоге все равно нужен хороший ландшафтный сад чтобы даже зимой эти области выглядели приятно привлекательно мне кажется не следует ограничивать себя в этом отношении поскольку уже существуют планы позволяющие создать привлекательную растительную среду круглый год даже если там не все цветет и зеленит круглый год мне кажется что нужно развивать дальше эту идею в наших городах пусть даже мы будем понимать что это будет не так красиво зимой выглядеть как в Сингапуре где у них там небоскребы с озеленением и они потрясающе выглядят весь год в Европе ситуация другая но это все равно будет лучше выглядеть чем просто бетон со стеклом господа вопрос есть еще но наверное последний я вашему коллегу коллеге задавал этот вопрос ускоряется ли деградация самих зданий в связи с тем что кровли становятся эксплуатируемыми на них растут деревья заводятся всевозможные жучки паучки и насколько быстро из-за этого может изнашиваться здание насколько сильно это влияет этого не должно быть не должно быть такого эффекта мне кажется что нужно безусловно изоляция между конструкцией здания и слоем земли с растениями это конечно очень важно и то есть нужно отделить так сказать здание от вот этого природного биотопа но это не должно быть причиной этого не делать то есть если посмотреть что происходит в мире то все больше садов на крыше появляются появляются технологии делающие их возможным делающие это возможным и развиваются технологии которые позволяют здание обезопасить так всегда происходит если есть спрос то люди разрабатывают новые идеи возникают новые технологии новые материалы которые позволяют этого добиться То есть не нужно, это не должно быть причиной отказываться от такого подхода. Спасибо большое. Спасибо большое, Эдитер. Спасибо за этот замечательный, интересный рассказ.